Привет, друзья! Судьба Анастасии Заворотнюк – яркий пример того, как можно прославиться после одного удачного проекта, но и одновременно попасть в зависимость своего образа. После звездной роли актрису ассоциируют исключительно с ее героиней, поэтому двери других проектов для нее наглухо закрыты. Поначалу такая слава Анастасии очень нравилась, но вскоре оказалось, что ей уже тесно в этих рамках и хочется чего-то нового. Было очень трудно убедить режиссеров, что она способна справиться не только с комедийным образом, но и сыграть в любом другом жанре. Однажды ей поверили, и актриса оправдала это доверие. Мегапопулярность пришла к актрисе Анастасии Заворотнюк после съемок в сериале «Моя прекрасная няня», где она сыграла главную героиню Вику Прутковскую. Первым мужем Анастасии Заворотнюк стал немец Олаф Шварцков. Он долгие годы жил в Эстонии. Они познакомились на одной из вечеринок и вскоре поженились. Анастасии понадобился всего год, чтобы понять, что это не ее судьба, и актриса подала на развод. Второй раз актриса вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Стрюкова и даже взяла его фамилию. Он баловал любимую, а она не уставала принимать от него подарки в виде шуб, бриллиантов, машин, квартир и даже бизнеса в Штатах. В эти годы она много путешествовала по миру, отдыхала там, где хотела, а не там, где позволяют средства. В 1996-м у них родилась дочь Ана, в 2000-м сын Майкл. На протяжении трех лет актрисе пришлось разрываться между двумя странами, на родине она пыталась делать карьеру актрисы, в Америке продавала недвижимость. Их брак распался в 2006-м, когда у Анастасии завязался роман на стороне. Именно в это время в ее личной жизни появился Сергей Жигунов, партнер по проекту «Моя прекрасная няня». Они играли влюбленных в сериале, и эти отношения вскоре перенесли в реальную жизнь. Ради Заворотнюк Жигунов бросил семью, но после двух лет совместной жизни с ней он попросил прощения у жены и вернулся обратно. В 2008-м актриса познакомилась с известным фигуристом Петром Чернышевым и в сентябре того же года стала его официальной женой. До этого они особо не афишировали свои чувства, да и свадьбу сыграли очень скромную. На торжестве присутствовали только самые близкие люди. В прессе упорно ходят слухи о миллионных долгах актрисы. Она вложила деньги в строительство катка в Сочи, чтобы Петр мог начать тренерскую карьеру и занялась приобретением коттеджа, но слегка преувеличила свои возможности. Актриса не в состоянии своевременно платить по счетам. В конце лета 2019 года в прессе появились слухи о том, что Анастасия Заворотнюк больна онкологией. К такому выводу подтолкнул тот факт, что артистка уже продолжительное время не появлялась на публике, в телешоу и на сцене. СМИ попытались выяснить детали, обратившись к соседям семьи. По словам знакомой пары, в последние месяцы Анастасия изменилась, заметно поправилась, выглядела нездоровой и прикрывала голову косынкой. Первоначально представители актрисы игнорировали вопросы, но в сентябре анонсировали выход программы на ТВ, в которой прекрасная няня расскажет, что происходит в ее жизни. Правда, этого так и не случилось, новость оказалась уткой. 13 сентября журналисты выяснили, что Анастасия находится в реанимации. По словам инсайдеров, артистку, которой поставили диагноз глиобластома, рак мозга, госпитализировали еще в конце августа. Позже директор Заворотнюка проверк информацию, коротко заявив, что это бред. Однако окружение спустя некоторое время сообщило прессе, что Анастасия действительно серьезно больна. Еще летом она пережила трепанацию черепа в Германии и вернулась в РФ для дальнейшего лечения. Все сразу стали вспоминать, что ранее замечали странный шрам на шее артистки, который предположительно мог возникнуть из-за проведенной ей биопсии. Впервые его увидели в программе «Только личное», где Заворотнюк появилась в 2018, а затем на фото 2019 года с открытия ювелирного салона в Ереване. В какой клинике знаменитость продолжила проходить лечение, точно неизвестно. Родственники предпочли скрывать ее местонахождение, чтобы уберечь от настойчивых папарацци. По некоторым сведениям, артистка лечилась в медицинском центре на Рублевке, по другим данным, это ЦКБ при управлении делами президента РФ. В конце сентября 2019 в прессе появилась информация, что некая женщина, работавшая там же, где проходила лечение Анастасия, предлагала репортерам приобрести отснятые в больнице видео и фото, на которых запечатлена актриса. Но дальше разговоров дело не пошло, никаких обещанных видеороликов представители СМИ так и не увидели. А спустя месяц появились слухи, что звезда российских фильмов умерла. Эти сведения стали распространяться в группе в социальных сетях, посвященной поддержке Заворотнюк. Однако в этот раз близкие актрисы быстро отреагировали на новости о ее смерти, пояснив, что это слухи, а те, кто их распускает, поступают низко. Артистка жива, находится в России. Она продолжает бороться с болезнью. Некоторое время актриса провела в реанимации из-за отека мозга, находясь в медикаментозной коме. Врачи прекратили лечение из-за критического состояния организма. 19 мая 2020 года пиар-директор сообщил поклонникам, что состояние здоровья Анастасии улучшилось, отек уменьшился и она пришла в себя. Специалисты решили перевести ее из реанимации в палату интенсивной терапии. В начале апреля артистке исполнился 51 год, в честь этого события на ее странице в Инстаграме появилось множество поздравлений и пожеланий здоровья от неравнодушных людей. Впервые за долгое время она прервала молчание и ответила подписчикам в своем аккаунте и на странице, созданной для ее поддержки. Знаменитость поблагодарила поклонников и именитых звезд за теплые пожелания и некоторые комментарии подписывала словами «Ваша Настя». Действительно ли сама Анастасия комментировала поздравления, остается загадкой. Многие были уверены, что вместо заворотнюк на сообщение отвечают ее дочь или муж. Обсуждать здоровье и состояние актрисы с новой силой поклонники стали летом 2020 года, когда на странице в социальной сети, созданной для поддержки звезды экрана, появился пост. Якобы Анастасия записала видеообращение к фанатам, которое начиналось со слов «Я устала молчать». Естественно, доступ на просмотр ролика был ограничен, а в действительности его не существовало. Создатели профиля решили таким образом привлечь внимание новых подписчиков. Одновременно с этим выходили программы «Моя правда», «Ты не поверишь» и «Центральное телевидение». В одних говорилось, что артистка выздоровела, в других ее состояние описывали как тяжелое. Также говорили, что дочь Заворотнюк якобы появится в ток-шоу Андрея Малахова и искренне расскажет о здоровье матери. Но это оказалось очередной уткой. В декабре 2020 Вячеслав Манучаров, друг и сосед Анастасии, сообщил, что актрисе удалось справиться с болезнью. Он не вдавался в подробности, однако заявил, что за Заворотнюк можно порадоваться, поскольку смертельная опасность отступила. В мае 2021 года в СМИ появилась информация, что Заворотнюк стало хуже, случился рецидив. Родные артистки новость не комментировали. На днях звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк выписали из больницы. Артистка, которая, по слухам, сражается с самой агрессивной формой рака мозга, провела в клинике полгода. Звезда получала особое лечение и была под круглосуточным присмотром лучших врачей России и Израиля. Поговаривают, что семье лечения Заворотнюк обходится в копеечку. Супруг актрисы, фигурист Петр Чернышев, все заработанное на ледовых шоу тратит на оплату медицинских счетов. Ряд других финансовых обязательств спортсмена его близкие, судя по всему, задвинули на второй план. У родных Анастасии Заворотнюк появились долги. Ими уже интересуются судебные приставы. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok